Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что снова с вами. Я рада, что вы вместе со мной на Сан-Гейтс. И сегодня чудесный день. Сегодня мы поднимем интересные вопросы и поговорим об интересных вопросах. Я очень надеюсь, что этот разговор состоится. И вы знаете, как интересно. Вот сегодня у меня должно быть несколько эфиров. И вот я жду эти эфиры. И как-то весь мой жизненный уклад на них настроен. Я даже как-то скучаю. Даже когда я выйду в эфир. Потому что, знаете, это удивительно, когда ты общаешься с интересными людьми, когда они рассказывают вещи, от которых у тебя дуба захватывает. Это на самом деле праздник. Я очень рада, что вы с нами, что вы тоже соприкасаетесь с этим праздником. И сегодня я очень надеюсь, что к нам присоединится Майкл. Тот самый Майкл Мелехов, который является основателем Сан-Гейтса и его президентом. И вы наверняка под каждым видео в принципе видите некую... Ну как это правильно сказать, да? Его жизненную историю, в которой так много всего описывается. И когда читаешь... Я вот, например, очень часто читаю описания каких-нибудь известных личностей, когда... Ну вот так случилось, что я в астрологическом мире связана была с организацией астрологических конференций. Приходили известные астрологи, из них ряд был ученых людей, ряд был творческих людей. И у каждого свой послужной список. И вот ты читаешь... Ну как это правильно сказать? Презентацию себя. Ну это обычно делается так в анонсе, чтобы люди понимали, о ком идет речь. И ты видишь, вот человек является тем-то и тем-то. Вот он закончил то-то и то-то. И у тебя сразу какая-то картина перед глазами. Ты представляешь, что человек прошел какой-то жизненный путь. И в этом жизненном пути он освоил что-то. Потому что просто так не упоминается в рассказе о себе какой-либо этап жизни. И когда я читаю о Майкле, конечно, тут... Мне всегда хочется каких-то комментариев именно от Майкла. Ну, допустим, вот это нам всем известно, что Майкл психолог, что Майкл астрономеролог. Но вот если я встречаю психологов и астрономерологов, то их определенное количество может быть. И они все очень разные. И психолог психологу рознь. Астрономеролог астрономерологу рознь. И в чем это рознь? В опыте. Вот это, наверное, самое главное, что есть у человека. Из чего складывается опыт. Я когда читаю то, чем Майкл в своей жизни занимался, я понимаю, что это об опыте речь. Смотрите, Майкл путешественник. То есть, конечно, сейчас все любят путешествовать. Но есть путешествия, знаете, такой в отеле с пяти звездочками или с тремя звездочками. Это один тип путешествия. С палатками. Там ветер, дождь, и слякайте. Мы все равно путешествуем. Это другой вид путешествия. А есть путешествия, которые связаны с какими-то миссиями, с духовными миссиями. У меня есть знакомые, которые не просто так путешествуют, а путешествуют по сакральным местам. И когда я читаю, что Майкл путешественник, мне, конечно, всегда хочется поговорить с ним об этих путешествиях. И спросить, Майкл, ваше путешествие, это что, отель с пяти звездочками или палатка? Я прямо уже знаю, что Майкл ответит, нет, у моих путешествий была совершенно другая, другая миссия. Публицистом является Майкл. Что это значит? Автором статей о духовном развитии человека, о его предназначении, о карме. Вот что это можно говорить лично мне? То, что когда я пытаюсь что-то сформулировать из того, что лично мне известно, я сталкиваюсь с какими-то проблемами в том случае, если предмет мне недосконально знаком. Я не могу сложить дважды два, у меня не получается. То есть я так вижу, что публицисты, автор статьи о духовном развитии человека должен быть человек с опытом. Если его нет, то тогда, читая статьи такого человека, ты сразу понимаешь, что опыта маловато, что это просто человек, как птица-говорун, который говорит и передает информацию. Но то, что Майкл президент и основатель центра Сангейтс, ютуб-канала, и, кстати, этого тоже, на котором мы с вами присутствуем, да, это все понятно. Но дальше, но дальше, но дальше действительно очень интересно. Смотрите, действительно ли член духовно-экологической школы или что это? Мира, член координационного совета ассамблеи от США. Дорогие друзья, я вот уже прям не могу. Мне уже прям вот хочется это прояснить именно сейчас. Честно скажу, я еще пока у него не проясняла, но я очень надеюсь, что это сейчас удастся сделать, потому что все уже, никуда не денешься, прямой эфир начался, мы уже с вами тут беседуем, я тут тему уже разворачиваю. Так, и как же мне теперь найти Майкла? Ну, я надеюсь, что Майкл к нам подключается, здесь такой очень интересный ресурс. Майкл, если вы нас слышите, отзовитесь, пожалуйста, если не отзоветесь, буду вам звонить. Где мой телефон? Так, Майкл, вы здесь, ура! Майкл, здравствуйте! Да, да, здравствуйте! Здравствуйте! Майкл, я тут рассказываю о вас, и у меня параллельно возникают вопросы. Расскажите, пожалуйста, что это вы за человек такой интересный, что вы являетесь членом Координационного Совета Ассамблеи, Ассамблеи чего? Ассамблеи мира, наверное, от США. Что это такое? Чем вы там занимаетесь? Как вообще это? Вы успеваете все в своей жизни? Я вас вижу только и вижу в эфирах, что вы что-то кому-то рассказываете, делитесь какой-то информацией, мыслями, людей представляете других, а вы занимаетесь еще таким большим количеством различной деятельности. Расскажите, что это такое? Очень интересное. Дело в том, что когда-то, там сколько, года три, наверное, тому назад, может, чуть больше, меня как профессора университета, почетного профессора университета представили одной замечательной женщине, которая является, я потом узнал, я не знал такого тоже, вообще, Любовь Сергеевна Гордина, которая почетный профессор и академик различных академий мира. Что-то знакомое фамилия? В каком мире? Нет, что-то знакомое фамилия Гордина, Любовь. Любовь Сергеевна Гордина, она оперная певица, вообще-то говоря, и она личная, да, вот вам, наверное, это знакомо, она личная студентка, значит, очень известной оперной певицы, да, короче говоря, я не отвлекаю вас, слушаем, да, да, но еще раз, это, так сказать, побочная деятельность, но вообще, она довольно известный человек, она в свое время, во-первых, она была спикером Думы, Российской Федерации, и она представила на рассмотрении Думы свой проект, который назывался Духовно-экологическая ассамблея мира. Когда ее рассмотрели, этот проект рассмотрели, сказали, он настолько глобальный, что это вне нашего, скажем, видения, то есть мы не можем этот вопрос решить, поэтому это слишком, слишком он большой, глобальный и так далее. Вам надо выходить на более широкую, сказать, арену, и было создано вот это вот сообщество, ассамблея мира, было создано, и там входило в нее некоторые, ну, были члены, естественно, раз есть ассамблея, то есть и члены этой ассамблеи, и Любовь Гордина начала путешествовать по миру с представлением, была выпущена декларация, была выпущена, так сказать, сама, ну, в общем, масштабный труд, переведен на много языков, она выступала даже в ООН, она выступала во многих странах мира. Вот, и так получилось, что, ну, вот ей кто-то рассказал про меня, и она решила, так сказать, познакомиться, познакомилась, вот, и предложила мне стать членом этой ассамблеи мира, ну, я не отказываюсь, когда предлагают, вот, ну, и это все было ключевое слово наосферное духовно-экологическое ассамблее, наосферное, это имеется в виду, ну, космос, короче говоря. Поскольку эта ассферная, она была очень и очень плотно знакома со многими космонавтами, более того, она даже вела прямой репортаж, ей была такая честь, вела прямой репортаж с одним, с экипажем космического корабля, который был на орбите, вот, ну, не каждому, значит, такая честь, значит, дозволяется из Центра управления полетами космонавтики, ну, есть там в Москве такой музей космонавтики сейчас там, ну, раньше это там по-другому, как-то было, короче говоря, вот, она вела прямой репортаж оттуда и беседовала с членами экипажа космического корабля. Интересно как. Да, ну, и при ближайшем, так сказать, знакомстве она предложила мне стать членом этой вот ассамблеи, ассферной духовно-экологической ассамблеи мира, я согласился, разумеется, ну, а дальше она предложила мне выйти, я стал организовывать соединения, потому что филиалы находятся в разных странах, и я стал, так сказать, их соединять, вот, я общался, она меня познакомила со многими людьми, которые входили в эту ассамблею мира, на разных территориях, на разных языках, в разных странах, ну, вот, я от Соединенных Штатов был избан, так сказать, членом координационного совета от Соединенных Штатов, ну, то есть, есть координационный. Ну, да, да, это понимаю, да. Ну, я несколько таких программ сделал с ней, мы стали большими друзьями с ней, у меня прямой контакт, мы с ней переписываемся, переговариваемся, так сказать, сейчас, вот, да, Елена Обрасова, да, я не знаю, кто, так сказать, ее, я подробно подумала, да, учитель, учитель, да, вот, она организовала много вечеров, посвященных, и до, и после, у нее есть свой состав, называется, Кантилена называется, и она выступает с концертами, вот, она пела, я потранслировал эту программу, она пела в соборе Петра и Павла, прямо, вот, огромное количество людей, которые были, она пела в Амрии, вот, это мое любимое произведение, да, не могу без слез слушать, да, это, конечно, очень здорово, ну, и вот я помогал, ну, как помогал, в плане того, информационном освещении, там, каких-то концертов, которые она делала, да, сейчас, в варианте она находится на Алтае, вот, там есть такое место, называется Белокуриха, туда часто приезжают, там, сакральное место, да, а? Сакральное место, да, Белокуриха? Очень, да, очень, очень интересное место такое, вот, ну, и она там концерты, туда съезжается очень много людей, на ее концерты, барты там собираются довольно часто, там, Олег Митяев, тоже мой хороший знакомый, вот, мы там, ну, Вы с Митяевым были знакомы даже? С ума сойти? Я не просто был знаком, он был у меня дома прямо, собственно, я с ним очень даже хорошо знаком, я с ним был. Друзья, вы представляете? Да, я с ним был, вместе мы были с ним, я ему устраивал концерты, собственно говоря, концерты в Чикаго и в Нью-Йорке, так что я знаком, я знаком с его, ну, со всеми его членами семьи, а я знакома с его школьной подругой, представляете? Ну, со школьной одноклассницей подругой, вот, так что, чуть-чуть мы с вами пересеклись. Мать, расскажите вам, вот, каково, вот, как Вы все это успеваете? Смотрите, Вы почетный профессор университета, ставропедион по академическим дисциплинам философии и психологии по линии ЮНЕСКО. А вот это мне интересно, по линии ЮНЕСКО, это как? Ну, есть аккредитация этого университета, поскольку университет один из старейших университетов в Западной Европе, вообще-то говоря, и сам университет, который, истоки его, еще Галецкое княжество, царство, княжество. Это с Голицыным связано как-то, да? Да, да, князь Голицын, да, но это еще, раньше по-другому это было, в общем, где-то 1300-1400, я точно не помню, как, но у них есть аккредитование в Украине, это город Львов, и, собственно, когда им опять про меня там что-то рассказали, они стали меня проверять, поскольку по линии ЮНЕСКО, так со всех сторон, я не знал это, вообще-то говоря, они стали, короче говоря, я оказался под колпахом, не следили, вот, а потом, да, и потом они спрашивают, мол, ежели я хочу войти, так, опять же, как было с Гординой, так, духовно, они спросили, хочу ли я, так сказать, быть представителем, вот, и только мы должны получить утверждение в ЮНЕСКО о том, что они разрешают, я говорю, но для этого им надо представить мое, так сказать, резюме, вот, если я могу это все сделать, я им сделал это на русском, на украинском, на английских языках, они представили это в организацию ЮНЕСКО, те проверили, посмотрели, сказали, пойдет, короче говоря, вот, и они меня пригласили во Львов, тогда еще, так сказать, дороги были, как бы открыты, все было, но это было не так давно, это было, наверное, около пяти лет назад, я уж точно не помню, короче говоря, я был во Львове, они меня принимали, очень даже, так сказать, выделили мне специального гида, в общем, который водил там меня, вот, ну, а, и после этого, они, так сказать, пообщавшись со мной, да, ну, я получил эту мантию, вот она у меня, я иногда ее очень редко одеваю, когда я общаюсь, поскольку мы, большая... А мы можем как-нибудь, по какой-нибудь торжественной, важную научную тему озвучить и увидеть вас в мантии. Можно, почему нет, у меня фотографии... Это вообще-то очень хочется видеть вас в этом образе. Я... Знаете, как глазами ваш образ, когда вы на видео иногда вот стоите такой, как маг, и вот это там, кого-то призываете, очень яркий образ, а вот еще хочется в мантии вас увидеть. Ну, это было, когда пару раз я приглашал к беседе ректор вот этого университета Ставра Пегион Ярослав Михайлович Кмит, вот, который меня как раз принимал там во Львове. Сейчас он в Германии находится. Ну, и я с ним общаюсь напрямую, мы тоже с ним большие друзья. Вот, я его приглашаю, ну, как-то так не получалось, вот, вы напомнили, надо будет ему предложить выступить, он готов выступать. Будет очень интересно. Да, это, что мы с ним пообщаемся. А вы еще так же, вы еще так же, Майкл, действительный член ноосферной духовной экологической ассамблеи мира. Это, это и есть. Это у нас сферная, да. Это она и есть, да? Это, ну, я про нее рассказал, да, Любовь, я сейчас свой вопрос расшифрую. Вообще, а как понять ноосферное? Духовно, экологическое, все понятно. А ноосфера, это что такое? Ну, нашим слушателям надо все предоставить. Ну, для этого надо почитать труды значит, Вернадского, который был, так сказать, основатель. А можно ведь так вот кратко от вас услышать? Ну, чтобы было более-менее понятно, это связано с космосом, короче говоря, то есть это не только Земля, но и космос. Вот, потому что, что наверху, то и внизу, но это мои уже, так сказать, трансформации. Было, три года назад, была в Доме космонавтики в Москве, была конференция, международная конференция, куда меня лично пригласила как раз-таки, вот, президент этой ассамблеи, и она же была там руководителем и главным, так сказать, организатором вот этой научной конференции, где присутствовали, ну, там, звезды. Она была посвящена юбилеям Вернадского и Козырева. Ну, и я там тоже выступал, но, правда, я не успевал приехать туда, поскольку это я поздно об этом узнал, но это был видеодоклад, который я сделал, и где-то это есть, не знаю, где-то у меня даже есть в архивах, наверное, вот, мое личное выступление там, ну, минут 15, я не помню. Вот. Майкл, тогда, значит, вы знаете, что такое зеркало Козырева? Ну, как знаю, я не просто знаю, мне было предложено сегодня самый главный человек, ну, наверное, в мире, да, это Александр Академик, Александр, да, или это его? Я тоже забыла сейчас, но я знаю Верону Аркадемию Стасиф, она его? Нет, это, я вспомню, он в Новосибирской Академии Наук, один из лидеров, так, и я с ним встречался в эфире несколько раз, меня с ним познакомила София Бланк, моя хорошая подруга, знакомая, которая из Нью-Йорка, да, и которая у нас была преподавателем в Сан-Гейтс, да, вот, и он выступал в эфире, несколько программ я сделал, и он мне предлагал поставить в офисе как раз-таки эти зеркала, но, но получилось, что случилось, сами понимаете, что случилось, да, плановая демия случилась, короче говоря, офис пришлось прикрыть, людей там не было, лично для себя, ну, я не счел, возможно, лично для себя приобрести зеркала Козырева, но очень интересные эти вещи, очень интересные, мало исследования, но это за пределами, скажем, может быть, даже и разума. вот, я беседовал с ним не один раз, я беседовал с его, ну, как бы, учениками, помощниками и так далее, ну, несколько программ у нас было в эфире. И вот какое ваше мнение, там что, преломляется время, время может измениться за счет какого-то эффектного отражения? Ну, там много вариантов, но еще раз, это не очень исследованное, как мы знаем, да, то есть, еще раз, если это за пределами нашего разумения, да, то есть, есть процессы, которые приходят, ну, допустим, человек, который попадает, он может попасть не в то измерение, будем так говорить. Вот это, да, страшновастенько. Это, это все очень тяжело. Это все здорово, но, по-моему, на мой взгляд, мы еще не дошли до того, то есть, той степени разумения, где мы можем этого благо использовать. Вот, поэтому, оно есть и есть, и это очень интересно, конечно. Но, экспериментировать я бы не стал в этом плане, ну, я себе решил, что я не собираюсь экспериментировать, лично я, но, хотя я, мне это интересно, ну, не было такой возможности приехать в Новосибирск, сегодня, к сожалению, много что закрыто, я бы с удовольствием приехал бы, сказать, пообщаться с вами. да, рассказы же удивительные, у меня есть знакомая, которая зеркала посещала, и она психолог, и как психолог рассказывает, что это измененное состояние сознания, но почему-то зеркала Козырева связывают со временем, и знаете, тут вот есть такая отсылка к горе Кайлас, у которой есть рядом с саркофагом Нанду, такая плоскость изогнутая, не сразу было понятно, что это такое. вот у меня теперь склероз, кто же это из наших исследователей на букву «Мэ»? Молдашев. Склероз, может быть, только у меня, у вас только девичья память. Ой, точно, спасибо вам большое за доброе отношение к моей девичьей памяти. Молдашев. А что у нас такое? Да, ездил в экспедицию и сказал, что, друзья, это же зеркало, зеркало, которое отражает энергию, действительно, там в этом зеркале отражается почему-то время, то обыстряется, то замедляется, фантастическая вещь. Да, это все очень такая вещь, которая, ну, неизучная, там люстра Чижевского, там, ну, очень много там всяких. Хорошо, тогда мы не будем, обнеизученном, а будем о вас. Майкл, у нас просто сегодня тема интересная, но в самом начале этой темы так захотелось все-таки распознать, что же вот вообще вот за этими словами стоит. Смотрите, в 23-м году вы были избраны послом мира по линии ЮНЕСКО, а это как? Ну, опять же, по рекомендации, там, некоторых научных кругов, там, и в связи с, там, с деятельностью, которая у меня, поскольку вы, наверное, знаете, это я, мне тоже было, так сказать, удивление, когда в Яндексе мне позвонил человек, набрал в Яндексе, ну, вам легче рассказать, наверное, это, да? Да, я свидетель этой ситуации, знакомый, набрал в Яндексе Майкл Мелехов. Нет, 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 это другая ситуация, я уже, вот вы говорите, девичья память, Майкл, давайте лучше вы, потому что я уже, он мне позвонил, это очень известный лектор, который был сотни раз, наверное, в Индии, с которым мы не один раз там тоже делали путешествие, он был у меня, его приглашал, фурор там целый был, куча людей к нему, приходила очень интересный человек, мой хороший приятель, да, вот, и он набирал случайно, я с ним очень давно не общался, ну, свои дела у каждого, знаете, вот, а он набрал в Яндексе, набрал, ну, у нас Google, я набираю, да, у вас Яндекс, он набрал в Яндексе аналитики США 2024, и на первом месте оказался Майкл, я оказался, да, и, кстати, вылезла программа, с которой мы с вами как раз таки, как сейчас ведем, эту программу, то есть, где-то как-то кто-то чего-то там, так сказать, знает, да, ну, да, да, сомневаюсь о том, что я мог бы быть, и, да, и, собственно, мне это, как бы, я не отношу себя к каким-то аналитикам, но просто есть какие-то вещи, которые информативно, которые можно было бы, о которых можно было бы говорить, да, Майкл, есть такая книга, «Ху есть ху», извините, я не пошлю сейчас, кто есть кто, вот самые значимые, значимые люди, значимые, в его профессии, в настоящий момент, вы занесены в эту книгу также, а сколько там вообще личностей в этой книге, не знаете, вот количество, ну, там, где-то порядка несколько тысяч человек, это организация вообще-то была основана в 1894, по-моему, в 1895 году, не помню, она так и это, ну, по-русски это маркиз, да, маркиз там какой-то там, и назвали ее кто из кто, это лучшие люди по профессиям в Америке, не только в Америке, а в Соединенных Штатах, точнее, не только в Америке, но и в мире, в принципе, считается, и там, ну, примерно, одна четверть одного процента, одна четверть одного процента американцев, где, ну, в общем-то, туда занесены, ну, не знаю, как меня нашли через LinkedIn, я не знаю, был достаточно сюрприз, удивлен, когда мне позвонили, сказали, вот мы вам звоним с этой организацией, очень приятно, международной организации, да, ну, и начали, мы хотим с вами, значит, для представления вас в эту организацию, хотим с вами провести этот самый интервью, ну, на английском языке это, правда, было, два интервью было, вот, первое интервью они представили на рассмотрение, они провели интервью, представили на рассмотрение, потом было второе окончательно, ну, и там утвердили, и, значит, я получил там огромную такую доску, тяжеленную, значит, ну, типа, грамоту, там это называется, digital badge, ну, badge, да, какой-то цифровой, ну, и вот этот вот, так сказать, куда можно на стену вбить, я побоялся вбивать, она слишком тяжелая, это должно как-то радовать, не знаю, висеть, потому что это действительно приятно, это же ведь мир как-то оценивает результат вашего жизненного пути, я понимаю, что мы все люди скромные, но это на самом деле здорово, что так происходит, и вот, Майкл, смотрите, вы президент, вы основатель школы духовного развития, вот при всей вот этой вашей активной деятельности, почему духовное развитие возникло в вашей жизни, мы, в принципе, уже как-то до этого немножечко говорили, было такое дело, но мне интересно следующее, вы однажды пришли к пониманию того, что для вас это очень важная история, да, и вот вы посещали Индию, да, вы проводили, то есть вы имели участие в каких-то ведических, ритуалах, Майкл, расскажите, пожалуйста, как случился вот этот индийский путь? Не совсем так, наоборот, после того, я, давайте я покажу, у меня, наверное, вот это есть, видно, да? О, Майкл, да, подождите, это вы, это, я вижу вас за выступающим, с докладом, да, это, да, это, это кауч, куда меня пригласили, с группой, которую я туда ввел, вез, вот, было там несколько человек в этой группе, вот, это был тысяч, то есть тысяч, 2009, наверное, год, 2009 год, 9 или 10, нет, наверное, 9 год, вот, ну, можно включить, недолго, включите, включите, пожалуйста, я, конечно, могу фотографии поставить, да, это интересно, подождите, аж, ну, давайте посмотрим, давайте включим так, давайте, это же Рита, это Гималайя, это Гималайя, это ретрит-центр в Гималайях, а вот это ведическая церемония, вот дама, которая там сидит, вот это вот чита, это муж с женой, они очень известные доктора в Индии, а юрведические, да? Они, да, это только чисто юрведические, да. Ну, я знаю, там и Цикхан кто-то. А вот это ведическая церемония, огненная церемония. Ну, это уже было. А вот это что за люди, чем занимаются, несчислимое количество людей. Вот это, да, это студенты колледжа, это было еще раз 2009 год, ну, а в году 21-м году или 20-м году меня пригласили читать лекцию, лекции в нескольких колледжах в разных городах Индии, индусах, то есть, казалось бы, да, причем лекции должны были быть ведические, казалось бы, там все это, вот, а я тут, понимаете, из Запада приехал, да, сам без году недели, так сказать, ну, вот, они меня пригласили читать, но ковид, к сожалению, помешал, это было посвящено, это было посвящено юбилею, там, очень известного, то ли это Ганди, я не помню, было, или Неру, я не помню, кого, в общем, какого-то очень известного, там, деятеля, я уже забыл, ну, я не поехал, поскольку вот так это было, но, все произошло, сейчас я закончу, все произошло, собственно говоря, не потому, что я, сказать, ну, вот, вдруг неожиданно, ни с того, ни с сего, там, стал заниматься, и стал на духовный путь, а это именно в связи с тем, что я поехал в Индию, и как потом выяснилось, я поехал, я этого не знал, конечно, да, но как потом выяснилось, когда мне делали чтение Акаши, вот, есть такое понятие, хроники Акаши, чтение, да, это интересно, ну, как это, что это, как можно прочитать хроники Акаши, то есть, это то, что записано о вас, где-то там, это, да, да, есть, ну, вот как Эдгар Кейси, самый главный, шпец, про которого все знают, спящий пророк, ну, есть в Америке, не только в Америке, в мире, ну, она, конечно, главная, это все-таки, американская ассоциация, хроники Акаши, по системе Эдгара Кейси, и она объединяет очень много людей, по всему миру, и там есть люди, которые очень известны, ну, короче говоря, так получилось о том, что в офисе у нас работала одна женщина, которая была, она, она была в метафизическом, есть такой, в Чикаго, есть такой метафизический университет, такой, метафизический, где, ну, не те институты, и не те университеты, которые нам приняты, да, то есть абсолютно разные понимания, вообще-то говоря, что такое физика, что такое метафизика, и так далее, вот, и она, туда приезжали, короче говоря, в этот институт, приезжали очень известные люди, которые занимаются вот такими вещами, и она сказала о том, что, причем это по разным городам Соединенных Штатов, но вот в данном случае, она сказала, в Чикаго будет, вот приезжает очень известная пара, он и она, которая занимается этим лет 45, наверное, они уже... Это целая жизненная пить, 45 лет, пара 45 лет, 45 лет, которые занимаются только этим. Да, 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 понимаю, да. Да, вот, и если мы хотим, то она поспособствует, потому что желающих очень много, несмотря на то, что это не дешевая, скажем так, процедура, но они будут читать ваши рекорды, вот, ну, и мы с женой туда поехали, и нам прочитали наши рекорды, вот, причем тогда я, тогда я узнал, тогда я узнал о том, что с Индией меня связывают очень много, и мне было сказано, причем она без сомнения, то есть она, вот это вот, и он, да, он ее вводил в состояние вот этого... Транса, да? Транса, и она, ну, как бы спала, да, с другой стороны, она отвечала, вот, в Трансе, то, что она видела, да, ну, и вот она, когда начала называть место, а поскольку я там был, я знаю, она там не бывала, и она запиналась, когда она называла Раджистан, да, это местность в Индии, я, понятно, это знал, поскольку я уже там бывал, короче говоря. То есть вы приехали на то место, где вы были в прежних ухощениях? Нет, я не приехал на то место, но я просто знал о том, о чем идет речь, что это, так сказать, я там бывал, короче говоря, и, короче, это было, я не помню, какой это век был, то ли 14, то ли 14, сейчас я уже не помню, у меня есть, вообще-то говоря, никогда ничего не выкидывал, где-то у меня это есть, в архивах эти... Вообще интересно на самом деле. Где я был достаточно известным гуру, вот, не просто так сказать. Наряжается, значит, заниматься тем же самым. Да, в Раджистане, да, и практиковал очень, так, серьезные практики были, и обучал людей, вот, а моя теперешняя жена, она была моей ученицей тогда. Вот оно так бывает. Да, ну, причем это совершенно независимо было, вот, потому что делали отдельно, значит, мою практику, мои читки, зачитки, да, вот эти хроники Акаши, и ее делали, ну, и она, не зная, понятия не имея вообще, как и что, ей только называют, вот, имена и все, и она это все считывала, короче говоря. Майкл, муж не приводит, это, конечно, очень интересно, да, поэтому оттуда начало, поскольку, ну, вот, это память, так сказать, как бы возвращается, да, и оно, когда я там побывал, так получилось, я был не туристом, естественно, я был в всех местах, где, в общем-то, многие индусы, не бывают. У меня где-то есть, наверное, если я сейчас найду, да, вот, давайте я еще раз подставлю сюда, сейчас, секунду, я покажу, там не так много, у меня очень много, конечно, картинок, различных фотографий, очень интересно, мы как будто с вами там побываем, покажите. Ну, вот сейчас я покажу, вот, вот это очень интересное место, оно называется Радхакунт, Радхакунт, Кришна и Радха, да, ну, слыхали, наверное, да, то есть это экспансия или извечная супруга Кришны, да, и вот это Радхакунт, и туда приезжают люди, получаются благословения, даршин, и там они проводят омовение в этой реке, это не река, это пруд, но пруд самоочищен, там нету никаких средств, там никаких нету очистки, да, но вода там священная, она самоочищается, причем индусы, они, знаете, они, так сказать, там и моются, и стираются, и все это, это там, черт и что, а вода не грязная, да? А вода абсолютно чистая, удивительно, то есть там никто ее не, так сказать, не обновляет, эта вода священная, и считается о том, что это пруд, да, Радхакунт, да, то есть по легенде, когда уходила, Радха уходила, значит, женщины просто все собрались, они плакали, и вот они наплакали целый пруд, короче говоря, из-за того, что она уходит, и это, а вот на переднем плане, красиво, тот самый, мой хороший знакомый, так сказать, его называет Баба, ну, он один из там, из святых, вот, вот он, да, и вот тут картинка, тут я закрыта, поэтому я показываю, тут есть человек, который попросил, я не помню, может, это и я был, я не помню, вот, я заказывал неоднократно вот эти церемонии по разным вопросам, вот, а это Шива, он ставит в зависимости, то есть, видите, это, вот он читает мантры, у него книга, мантр, да, и он читает, и он сыпет в огонь, сыпет в огонь щепотки специальных там семян, вот фрукты здесь, льется, отношения, как я понимаю, отношения, да, молоко, там масло, ги, вот это вот, ну и читается мантры для умилостивления, умилостивления, значит, бога, богов, который Шива, Шива, это бог, который разрушитель, да, в принципе, как мы знаем, но с другой стороны, он предохраняет от, ну, от разрушения, короче говоря, то есть, это очень могущественный бог, ну и вот, он делает вот такие вот церемонии, это еще раз повторяю, мой хороший, вот он Шива, он мой хороший знакомый, а это он меня возил лично, поскольку я, так сказать, его, ну, хороший знакомый, да, вот, он лично меня возил, и вот это, знаете, кто это? священная корова. Это олень. Да? Да, олени, олени были, раньше они были плотаянные, не травоядные, олени это... Подождите, подождите, а как это возможно? Майкл, у них же копыта. Раньше, я повторяю, раньше, они нападали на людей, и они не такие, так сказать, благостные, это было раньше. Так вот это вот, гибрид, вот здесь удивительно, это корова, как бы, да, похожа, да, с одной стороны, но с другой стороны, это олень. Здесь, может быть, не видны вот эти вот рога, но у него есть. Я вижу, я не знаю, вот мою мышку не видно, я вижу вот эти вот, как два длинных уха, это рога, я понимаю, что это рога. Это было очень далеко, он мне когда показал, я просто сфотографировал, у меня было, ну, тогда не было цифры, это был другой фотоаппарат у меня, обычный, да, но вот это вот такие, да, собственно, всё, да? Всё, да. А, вот ещё есть. Вот здесь, это он меня привёл к одному святому, мы получали благословение его, да, а вот это дерево, вот это я с ним здесь, да, и это дерево, которое находится во Вриндаване, недалеко от Вриндавана, А Вриндавана, это одно из самых святых мест в Индии, куда приезжает, есть такой месяц, Картика называется, октябрь-ноябрь месяц, туда приезжают паломники со всего мира, это самый священный месяц, и туда собирается огромное количество людей, когда-то Вриндаван, это было маленькой деревней, и вот это дерево, ему более пяти тысяч лет, под этим деревом игрался маленький Кришна, который пришел в наш мир, вот пять с лишним тысяч лет тому назад, и оно растет, там есть листики, такие зелененькие листики, до сих пор оно растет. Все равно, смотрите, как будто змея, прям вот у него часть ствола стелится, опора такая, колонна, какая удивительная форма, да, у него это видит. И поддерживают, вот специальные вот эти вот опоры, которые сделали, то есть это охраняемое государством, это реликвия, которая охраняется государством, и туда приезжают. Еще раз, скажите, Марк, я вас прерву, простите, ради Бога, еще раз, чтобы мои сомнения исчезли. Я правильно услышала? Этому дереву пять тысяч лет. Да, право. Этому дереву пять тысяч лет, оно описывается везде. Я-то был несколько раз перед этим деревом стоял, вот, и он меня туда возил, и в экскурсиях я там был, вот, в экспедициях, короче говоря, и это первое место, куда, и в принципе, если, когда я приезжал туда, то я туда просил, чтобы мы туда приехали. Вот, это, ну, далеко, если идти пешком, это далеко, но в пределах досягаемости, смотря откуда, конечно, идти. Вот, вот это вот, на выезде из Вриндавана, здесь, видите, вот это вот хануман, показан, да, это бог. Это бог обезьян, да? Нет, это не правда, что он бог обезьян, во-первых, это не обезьяны, это их называют кимпуруши. А что такое кимпуруши, скажите. Это живые люди, обезьяны, это животные, он не может быть богом обезьян, потому что сам он не обезьян, а кимпуруши – это человек, который обладает невероятным могуществом, это все описано, и те люди, которые ссылки вот эти вот делают, это в Википедии, они не понимают это, кто это. Это очень могущественный, на уровне бога, или полубога. Вот, он там на заднем плане, поэтому он как бы маленький такой. А это дурга, это дурга, которая имеет, видите, тут вот трезубец шивы у нее в руке, да, вот оскаленная пасть, это льва, вот, сабля, лук, видите, то есть это диск, который носит голову и так далее, в разных, нескольких руках, она держит вот эти атрибуты, да, вот эта раковина, каждая из которых имеет свой смысл, сакральный смысл, и эта богиня, если против нее кто-то идет, но у нас родник, короче говоря, богиня Кали, да, и они находятся вместе с, ее муж это Рудра, или Шива, только в Нижнем мире, в Нижнем мире, и они вместе, так сказать, ну, следят за порядком, но среди тех людей, которые нарушают законы. Вот, это другая, это путешествие на, холм, видите, это вот мы, это же в Гималайи, это я высоко в горах, да, это в Гималайи, не в Гималайи, нет, в Гималайи, в Гималайи, да, как не узнать, да, да, это Гималайи, вот, это, значит, я молоденький, вот, а вот это, как раз-таки, Хануман, да, то есть, это вершина, в Гималайи, в том месте, где я был, это самое, так сказать, место, где, куда собирается, там рядом, рядом с этим, с этой площадкой, находится храм, очень почитаемый храм, Баба-Джи, вот, который, ну, один из святых, который приходил несколько раз, вот, там находится этот храм, вот это, так сказать, оттуда, вот, это тоже, там фотографии, да, а вот это Шива и Парвати, да, в данном случае, да, и Теленок, ну, и так далее, то есть, это уже наш мир, или Кайлас, там, где их находятся, обители Шивы, вот, а вот это вот, один из святых городов, где я, это моя фотография, это я снимал эту фотографию, это не картинка, вот, и это Ганга, которая протекает, да, а вот это Шива, на берегу, на втором берегу города Ришикеш, то есть, на том, на одной стороне, там находятся, ну, как бы цивильные, там, вот, комплексы, там, различные, где ретриты проходят, а на этом берегу, по мосту надо пройти, на этот берег, находятся храмы, там, ну, и вот, и Шива, так, вот он, пропустил, да, нет, вот он, в другом варианте, еще раз, это моя, это не картинка, это моя фотография, ну, и вот, я переводить не буду, короче, он рассказывает про вот эти вот ведические церемонии, и это тот самый Радхакунт, сейчас у него ашрам находится прямо вот рядышком с ним, а до этого был ашрам, где, как раз таки я рассказывал, вот, это он рассказывает, да, а где он мне проводил ведическую церемонию, это на Фейсбуке есть, вот, это другое, это другое, это на юге уже, на юге Индии, там, в Риндаван, это север Индии, это здесь юг Индии, это тоже ведическая церемония, на которой я тоже присутствовал, ягья, да, а вот здесь, вот эта экспедиция, вот это мой приятель хороший, который известный, вот что я про него рассказывал, ну, это фотография, которая была сделана, здесь две экспедиции, одна, которую я вез из Америки, а одна, которую он вез из России, мы там встретились в Дели, ну, и поехали вот в путешествие, да, и вот эта ведическая церемония, где он меня назначил, так, полномоченным, помогать ему в этой ведической церемонии, да, а вот эта интересная гора, называется, гора Дунагири, это гора Дунагири, заметьте, вот этот знак, который все называют свастикой, но это не свастика, которая любит... Майкл, что это, что это, расскажите скорее. Это, дело в том, что нам известно знать, как свастика, но это символ благоприятствования, то есть, это самый благоприятный знак, который находится на всех домах в Индии, на многих, но на многих, это кала-чакра, то есть, представляет собой кала, на санскрите это время, а чакра это колесо, колесо времени, да, и вот, дело в том, что Гитлер, он когда изучал, это все, так, когда он изучал, здесь очень символов много, в нем, и когда он изучал ведическую культуру, поскольку в ведах есть оружие, которое он хотел заполучить, это оружие называется барахмастра, я про это рассказывал уже, вот, а он хотел заполучить, поэтому он изучал, чтобы быть властелином мира, и он увидел этот знак, и он решил, что он возьмет этот знак, и будет его использовать для получения, ну, для себя, так сказать, желаемого, властелином мира, вот, единственное, что он плохо сделал, дело в том, что право, вот здесь идет все вправо, да, то есть повернутые все, по часовой стрелке, по часовой стрелке право, да, это мужское, да, направление, по часовой. Это мужское направление, женское, наоборот, но против часовой стрелки, поэтому у женщины крутится все, значит, против мужчины. Ну да, Северный и Южный полюс, говорят, Это на Северном полюсе закручивается все в сторону по часовой, а на противоположной, например, вода сливается против часовой. Да? Это тоже как-то с этим поздно, да? Да, но то, что сделал он, он вот эти вначале свастика у него была в другую сторону направлена, то есть часовой стрелки. И где-то за два года или за три года до окончания войны, в Великой Отечественной имеется в виду, два года, два с половиной может быть, он поменял направление, то есть он все изменил. Таким образом он хотел повернуть, поскольку уже он не получил то, что он хотел, он понял, что он начинает проигрывать, короче, он решил изменить свою судьбу путем изменения направления вот этого вот кала-чакры, вот этого знака. А вообще эта гора называется Дунагири, она имеет свое сакральное значение, там живет, ну, очень известный там тоже бог живет, его Ашватхама зовут, ну, где он тоже, так сказать, по-моему, все, да? Все, да? Это последнее. То есть дальше нету, там есть у меня другие, конечно, это все. Майкл, я надеюсь, что мы посмотрим их обязательно, если вы не против. Может быть, не сегодня, но потом. Да, не против. Еще позадаю вам вопросы. Вот смотрите, значит, направление по часовой стрелке или против часовой стрелки, вот этого символа, который нам известен, да, и Гитлер, который использовал. Это же направление энергии, мужского типа и женского типа. Вот эти два противопоставления, они в жизни существуют просто как обязательная принадлежность к миру реальному. То есть я сейчас попробую объяснить. Восток, запад, север, юг – это то, на самом деле, о чем мы хотели сегодня поговорить. И поэтому мне очень интересно, что символически так закончился рассказ с фотографиями именно на этом символе, который говорит о том, что, например, Гитлер выступил под знаменем иньских энергий, по сути, если это было против часовой, а наступать надо было по часовой, но уже опоздал. Итак, Майкл, как вы думаете, вообще, вот в реальном мире, в котором живут люди, вот есть ли какое-то взаимодействие людей южных с северными, так скажем, восточных, с западными? Как вы видите вот это противопоставление или движение? Обязательно должно быть. Я понял, но это очень сложный вопрос. Я попробую, конечно, но займет это время. Дело в том, что не четыре стороны света бывают. Это первое. А знаете, сколько их? Ну, 16. Восемь сторон света. Да. Юго-восток, юго-запад, северо-восток, северо-запад. Еще 4-8. Но это тоже не все. Потому что, значит, есть такая, вы слыхали, такая гора... Спросов прощения. Извинят сигналы. Это ретроградный Меркурий. Он шалит. Не только. Это сигнал может быть о том, что нам надо скоро закругляться. Дело в том, что с точки зрения высшего разума, а мы этого не видим, поскольку у нас всего лишь трехмерное восприятие времени и пространства. И это означает, что мы, к сожалению, многого не видим, многого не знаем. Поэтому наша Земля, планета и вообще вся Вселенная, она видится оттуда, как не, скажем так, или шар, или четыре стороны света, или даже восемь. Вот есть такая гора Меру, которая, значит, ось Вселенной. И вокруг него нанизаны какие-то, ну, скажем так, планеты в том числе. Вокруг вот это все вращающееся. То есть есть модели просто. Такая модель, которая, ну, может быть и непонятна нам, но, тем не менее, компьютерная модель, она ее демонстрирует и показывает. Поэтому здесь надо брать еще не только четыре стороны. Это же плоскость, правильно? Это четыре. Уже восемь получается, правильно? А если мы возьмем, положим это на плоскость и поставим какой-то столб, тогда вверх и вниз, получается, это еще два направления, правильно? Вверх и внизу уже десять будет, правильно? Значит, если возьмем оси какие-то, да, еще четыре, это будет уже четырнадцать. Короче говоря, их намного больше, потому что измерение, вообще-то говоря, было шестьдесят четыре измерения, а у нас три. Для вас можно представить такое, Майкл, просто не представляю. Представить себе нельзя, поскольку мы не обладаем таким разумом, чтобы это себе представить. И поэтому вот эти шестьдесят четыре измерения, каждая из которых делилась на два, каждая половинка делилась еще на четыре, каждая четвертинка делилась еще на два, итого восемь. Суммарное количество измерений невероятно. Посчитать довольно сложно, можно посчитать, но это довольно сложно. Если можно, да. Вот это все вот эти вот вещи. Поэтому, значит, существуют уровни Вселенной, и давайте я быстренько их, значит, расскажу, а потом тогда, если будет возможно, и по времени, поскольку и так может где-то час, да, в эфире получается. То есть вверху уже неоднократно говорились, я давайте расскажу, это вообще как рассказ, но это интересно, я думаю. Рассказывать я красочно тоже умею. Поэтому давайте поговорим о низших планетарных системах. То есть всего их четырнадцать. Семь высших и семь низших, да. И вот эти ниже земли, условно ниже земли, вот я же говорил о том, что если мы воткнем туда, значит, какой-то гвоздь, допустим, вот на плоскости, да, в эту самую бумажку с восьми направлениями, там юго-запад, восток, север и так далее, то мы получим еще как бы два, ну и так далее. Так вот, внизу, вот мы находимся вот на этой бумаге, нижняя наша часть, это мы, это земля. Так вот, ниже земли, ну не ниже, то, что, так сказать, вот взяли, яму вырвали там, нет. Это не так. Находятся семь планет. Они называются так. Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Потала. То есть все, ну, в общем, ну, однокоренные слова Тала, Тала, да. Это имеет смысловое значение. Так вот, ширина и длина семи низших планетных систем равна ширине и длине земных планетных систем. И вот эти вот низшие планеты находятся на расстоянии 70 тысяч йоджин. А йоджин – это единица измерения, которая составляет, ну, примерно 13 километров. Да, то есть получается это 100 тысяч километров, 100 тысяч. А если мы возьмем учебник географии, то сама Земля составляет диаметр Земли, радиус 6400, а диаметр Земли – 12800. Длина окружности – 40 тысяч километров. То есть речь идет о других землях, о других измерениях или как вообще? О других измерениях. Мы не можем себе это представить, как не можем представить себе 64. Компьютерная модель, по-моему, дает только 18, насколько я, так сказать, помню. 18 измерений может вычислить. То есть у нас компьютер, компьютер же создают, мы же люди, поэтому мы не в состоянии создать вот такое количество измерений, поэтому это очень и очень примитивно. Так, мы даже этого как бы не знаем и не чувствуем. Так вот, кто живут там, да, ниже Земли? То есть на этих планетах живут демоны и ракшасы. И они имеют свои семьи там. Там у них свои жены, у них дети. Они, в чем их, так сказать, радость жизни, они живут очень долго, в отличие от нас. Они, у них, вот, они придутся чувственным наслаждением, они, последующее рождение их не волнует. Там все... А почему их не волнует последующее рождение? Потому что они долго живут и... Поэтому это они, понимаете, чего там нету, самого главного. Первое, там нету солнца. Второго, там нету божественного нашего, так сказать, предназначения. Поэтому это все связано с чувственными какими-то наслаждениями. И в том числе продолжением рода, естественно, неизбежным. За эти долгие существования, сколько же они там потомков-то? Это не имеет значения, это не... Там много, там, ну, расстояния совсем другие, сколько бы их не было. Это у нас там встречается миллиардами там людей. Так это только уровни вселенной. Это только, я говорю, в целом, да? То есть там нету света. А откуда они получают свет? Драгоценные камни, которые сегодня, вот там, допустим, цацки, вот это все, это не те драгоценные камни, это мелочь. А там находятся настоящие драгоценные камни, которые дают свет, невероятный свет. И они вот с этим светом, собственно, там нет темноты. Вот сияние этих камней. Они не знают, они живут на этих планетах. Они не знают старости. У них нет старости, у них нет болезней. Они не боятся умереть. Вот время только есть, и по-другому нет. То есть они не боятся. И вот их называют подземными раем. Вот эти планеты. Их называют Белосварги. Там прекрасно, невероятной красоты. Дома, сады. Но, опять же, все для чувственного наслаждения. Роскошь просто невероятная. Даже не сравнить их с тем, которые наверху, с богами. И так далее. То есть они обладают огромным богатством и огромными могуществами. Там живут вот эти вот наги. Я хотела сказать, что в буддизме у нас это все описание с нагами связано. Они и есть. Это была цивилизация. Нага, цивилизация, которая была на земле, она потом исчезла, поскольку они перешли. Они ушли под землю, да. Они ушли под землю, да. Там есть Дайти, там есть Данавы, так их зовут. Ну и все это иллюзорное, так называемое, материальное счастье. Вот. И там есть человек, естественно, который всем этим делом управляет. Его зовут Майя Данава. Вот Майя Данава. Он прекрасный художник, архитектор. Он построил потрясающие города. То есть это все описывается, это все можно и увидеть, и так далее, и так далее. Ну, и там живут вот эти вот огромные змеи, которые тракоцент... Ой, простите. Будьте здоровы. Подтверждение, да. Вот. Ну и если говорить про конкретные вот эти вот, значит, планеты, Атала, да. То есть на этих разные варианты, да. И там живут демон. Ну вот первая, так сверху, да, которая ниже земли, планета Атала, да. И там живет демон. Это там все демоны, короче говоря, живут, которые не имеют божественного предназначения, их называют демоном. Зовут его Бала. И вот он является сыном вот этого вот Майя Данавы. И он создал 96 видов мистических сил. 96 видов. То есть дело в том, что йоги, сегодняшние йоги, или даже полубоги, да, свами, которые там называются, святые, они могут пользоваться этими мистическими силами. Ну, для того, чтобы, если они это демонстрируют, настоящие йоги не будут это демонстрировать. А эти боги, ну не боги, точнее, а люди, они могут делать какие-то вещи, которые нам вообще... Ну, просто, короче говоря, фокусы, типа фокусов. Несмотря на то, что это действительно так, они могут это делать. Вот. Ну и там, соответственно, есть там интересный напиток, да, то есть женщины, да, они выходят замуж за мужчин, которые принадлежат тому же классу, что и они. Вот, они, бывает, туда спускаются люди, которые могут, ну, мы, допустим. То есть теоретически мы можем туда попасть, если мы захотим, да, попадаем туда. И вот если на той планете появляется, к примеру, мужчина, да, описывается, то женщины его начинают, окружают его и заставляют его пить некий напиток, сделанный из наркотического вещества катака. А катака – это разновидность каннабиса. Вот. Выпив этот напиток, мужчина обретает невероятную сексуальную силу, и женщины пользуются им для получения своего, так сказать, удовлетворения. Может быть, потомство, может быть, у них задача есть. Какое-то продолжение рода. У них есть, нет у них такой задачи, оно как получается, не получается. У них есть задача получить наслаждение. Наслаждение. Вот и всё. То есть они только этим и занимаются. Вот. Ниже вот этого татала находится планета Витала, где обитает Шива. И Шива, и, значит, ну, его по-разному зовут супруга. Супругу зовут, ну, и Шиву тоже, там, Рудра, там, и там, Дурга, там, Шива, там, Гаури и так далее. Из-за их присутствия вид золота, который образуется там, называется хатака. Хатака. Вот. Шива его называют владыкой золотых месторождений, находится там, значит, вместе со своим личным окружением, то есть в определенный период времени. Мы этого не знаем, да, но это время начинается с закатом солнца. Во время заката солнца рекомендуется и предписывается соблюдать определенные правила, там, спать, есть, секс и так далее. Ну, если эти правила нарушаются, есть много подтверждения этому, то тогда они устраивают нам, так сказать, тяжкую жизнь. Вот. И потомство, если, не дай бог, там, сексом заняться в неурочное время, то... Это неправильное распределение сил, траты энергии в подходящий момент, да. Да. И рождаются демоны тогда. И это не поделаешь. Да, это именно так. То есть мы должны соблюдать, мы должны знать эти вещи. Вот. Ну и так далее. Вот. Так вот, интересно, Шива, так, ну, там по-разному все называется, когда Шива со своей женой, они, так сказать, половой акт, да, то при слиянии вот их, значит, жидкости образуется химическое вещество, которое при нагревании превращается в золото. Вот. Ну, еще раз, это же нижние вот эти вот, скажем, миры, где, в принципе, вот, видите, по-прежнему, 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 звонит, да. Вот. Короче говоря, дальше, поехали дальше. Ниже металла находится Сутала, то я так не дойду. Обитатель Бали, Бали, это не тот Бали, который не те Бали, куда мы приезжаем, куда-то. Бали Махарадж, он считается очень удачливый царь, царь, ну, и, короче говоря, он своим преданным служением, снискал милость Всевышнего и так далее. Ну, в общем, вот это называется Сутала, ну, и он, как бы, благочестивый. То есть, там живут очень серьезные ребята, будем так говорить. Дальше находится Тала-Тала, и вот там находится демон, который, Майя, из рода Дановов. Это демону всегда материальное счастье, вот, он очень любит Шибу, Шиба тоже очень любит его и дает ему очень много, скажем, того, что он хочет. Вот, ну, по-разному. А вот, где находятся змеи, они находятся, или вот эти вот, эти драхоны, в том числе, они находятся на уровне Махатала, это называется, вот, следующий слой, они постоянно, значит, находятся в каком-то очень сильном гневе, да, и там очень много различных там змей, которые имеют свои названия, которые появляются иногда в нашем мире, и тогда выходят для того, чтобы совершить какое-то там действие, короче, они бывают, выходят. Вот, ниже находится Расатала, это планетарная система, где находятся демонические сыновья, как бы, дети и дамы. То есть, вот это вот, дети, она была женой Кашьяпы, и когда... Мудрец Кашьяпа, да? А? Кашьяпа был мудрецом, да? Мудрецом Кашьяпа, да, и вот как раз-таки речь идет сейчас о том самом нарушении закона, когда дети, она, ее послали, короче говоря, была ведическая церемония, я об этом расскажу. Ее послал, значит, вот Кашьяпа, ее послал набрать воду из реки Ганги, да, чтобы совершить вот обряд. Но это было недалеко, они находились, в общем, она побежала туда со своим кувшином, и когда она уже набрала воду, вдруг она заметила пару одну, которая, Ганхарвей, это была пара, которая занималась сексом, короче говоря. И она так увлеклась вот этим видом, этим самым, то есть это было так красиво, как потом, что ее объяло вожделение. Мир страсти, как-то, да. Да, и она, значит, прибежала, вот, и, значит, и начала, короче говоря, умолять Кашьяпу, чтобы он совершил с ней, значит, так сказать, то, что он совершит, любовь, сделать. Вот, он говорит, ты что, больная, ты, говорит, ты что, не понимаешь, это время, этого делать нельзя. Но она настолько, значит, его, она говорит, я готова за все отвечать, вот, лишь бы, вот ты сейчас это самое, там, сделал со мной то, что надо сделать. Короче говоря, он, так сказать, жалился над ней, но сказал, ты будешь нести большую ответственность. Короче говоря, когда это все закончилось, как всегда, наступает отрезвление после этого, и она поняла о том, что она совершила такое, ну, как бы, преступление, и у нее родились двое деток, которые были демонами, которые, значит, ну, там целая история была, как они должны были родиться, это было Хераньакше и Херанья Кашепу, так их называли. Короче говоря, тяжелая история. Вот. Дальше, ладно, Рассатала, то есть демонические, да, это уже Рассатала и Потала. И вот это Потала или Нагалока, то есть там, опять же, демонические змеи, Шанха, Кулига, ну, очень много их разных этих самых вариантов. Главой является змеи Васуки, они очень свирепые, они имеют огромное количество этих капюшонов, то есть некоторое количество вот это, вот если Кобра там один капюшон, то у них там по пять капюшонов, семь, девять, некоторые еще больше. Ну, вот, они освещают вот эти, с помощью драгоценных камней, они освещают все вот это, целиком, это Биллус Варго, вот эта планетарная система, семь. Вообще страшные миры, страшные, как там. и говорили себя. То есть, в общем, вот такая история. Да, ну, то есть, я могу рассказывать долго, как у Сэма, понимаете, но время нашего эфира уже давно, так сказать, может быть, и запомнили. Ну, у нас есть ли возможность с вами продолжить беседу, потому что мы только подошли, знаете, какой-то сериал прямо у нас может возникнуть, потому что тема действительно очень важная, вы сейчас сказали о том, что находится вверху и внизу, а у нас еще есть север-юг, запад-восток, и еще это мы не рассмотрели до конца. Будет очень интересно вас послушать, Майкл. Ну, у меня тоже звуковые эффекты. Нет, это включилось в этот самый слайд-шоу. Так вот, вопросы задаются только вы, Любовь, а наши зрители как-то... Вот мне тоже интересно, почему. Может быть, это и троградный Меркурий, вы знаете, Майкл? Нет, это просто может быть не так интересно, все ожидают предсказаний, как всегда. Майкл, нам нужно заканчивать, действительно, но меня расстраивает, честно говоря, вот эта вечная тема предсказаний. Всем прям кажется, что предсказание, оно должно быть прям как какое-то событие в материальном плане, и люди даже не предполагают, что есть периоды, когда формируются те события, которые позже проявятся, иногда предсказывается событие того уровня, на котором оно формируется, а люди говорят, что они не видят какого-то результата от предсказаний, и даже разочарованы потом. Майкл, что нужно сказать таким людям, которые не знают вот этой разницы? Это у меня сверлят. Это у меня, не только у вас помехи, у меня тоже начинаются. Да. Ну, что сказать? Дело в том, что вот ваше предсказание, точнее, предсказание не ваше, а то, что вы зачитали по поводу, я уже говорил об этом, Жириновского, допустим, 16 числа. Ну, вот мне написал, могу озвучить имя этого человека, это очень известный ученый, в общем-то, мой хороший друг, которого зовут Петр Савченко, дважды академик, доктор, ноу, профессор. Он лично знал Владимира Вольфовича, и он с ним учился в высшей школе, то есть, у нас не показано, что он учился в высшей школе, партийной школе, это закрытая информация, просто учился в школе, да, в партийной школе, а есть две школы, одна была такая обычная школа, да, для обычных людей, вторая была школа, высшая партийная школа, где учились высшие, как бы, научены или люди, которым надо было учиться там, вот, и они, и там преподаватели в высшей школе, вот, в свое время, в свое время, так получилось, но я, мне один очень известный, ну, чуть ли не самый известный в мире, один из самых известных в мире людей в конфессии, в Альшнавской конфессии, ну, у которых там тысячи, десятки, Махарадж, он имеет титул, Сага Рассайна Махарадж, такой, он у меня, мы хорошие, ну, не сказать, что там, друзья, постоянные какие-то сигналы, то есть, я даже знаю, какие, короче говоря, он мне предложил, ну, как бы, это был вопрос одного человека, которого в духовном мире уже много, там, лет, чуть ли не 30, там, чем-то лет, вот, и он ему спросил, у него могу ли я приехать на, короче, он устраивал в ИДИ, школа, где училось, 10 только человек принималось, там, это была школа для воспитания, ну, так сказать, лидеров, мирового порядка, вообще-то говоря, ну, именно в этом направлении, вот, это было у меня в офисе, он задался вопросом, он сказал, нет, я, несмотря на то, что я тебя, говорит, не могу рекомендовать туда, ну, по некоторым причинам, сейчас нет смысла, вот, Майкла я бы рекомендовал, то есть, я мог бы туда поехать, где преподаватели, где все, 10 человек, и там экзамены, конечно, и очень строгий отбор, но если он рекомендует, меня бы туда взяли без вопросов, то есть, ну, там надо было бы жить 2 года, и учиться, а преподаватели там известнейшие профессора, университетов, но чисто религиозным направлением, и я посчитал, что если я туда пойду, то я буду, так сказать, уже обязан делать, чего-то, чего, вот, я здесь не могу говорить, или там не могу говорить, короче говоря, вот, ну, на все есть, короче говоря, свои причины, я посчитал, что я не готов, я не могу подвести человека, во-первых, а я привык отвечать за свои слова, ну, вот, поэтому, много, короче говоря, нюансов, которые еще, конечно, не освоены. Ух, Майкл, какая же интересная жизнь, ничего в этом у нас не происходит, просто, вообще, даже послушать интересно, вы это проживаете, еще более интересно, наверное, это, Майкл, мы продолжим беседу, как вы, настрой. Мы продолжим беседу, если будет вопрос, это было бы интереснее. А вот вопрос, говорят люди, что задавать не могут, Майкл, потому что вы так интересно рассказываете, что все просто заслушались, понимаете, они так заслушались, что вопросы не задают, так что, Майкл, если вы будете рассказывать не так интересно, то, да, наверное. Я только хотел рассказать про эту книгу и про этот обряд, связанный с тем, что нам предстоит увидеть. Эта книга, ее, ну, она есть, эта книга, эта книга 29-го года выпуска, была, ну, есть, конечно, и оригиналы, ну, это оригиналы, а есть какие-то, наверное, дубликат, не знаю. Короче говоря, я об этом уже сегодня говорил, называется, не только сегодня, по-моему, вчера тоже говорил, называется эта книга «Волшебный остров» или «Остров чудес». И в этой книге описывается как один очень известный писатель, который, журналист и писатель, он поехал, он исследовался, и он поехал в Африку, в Конго, конкретно, и там он встретился, был свидетелем одного культа, который делала одна дама, ну, которая очень была так известна, вот, ну, типа какая-то жрица, так ее называли, да, шаманка, не знаю, короче говоря, она, мертв, она оживляла, и она делала из них, ну, как бы, они становились зомби, вот, но зомби не просто так, чтобы вот делать ей нечего, нет, они имели определенную цель, они шли работать на плантации, то есть они работали на плантациях, поскольку там, очень жарко там, люди не могли бы выдержать, а вот зомби им как-то все, они просили, да, куда-куда вы, вы меня, так сказать, одного оставили, вот, я вообще здесь, я подумала, у вас на полный экран, хоть на минуточку-то должны увидеть люди, да, 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 короче говоря, пока я еще не зомби, поэтому я могу так сказать, нет, мы пока не идем на плантации, да, вот, но это была такая цель, но он был просто поражен, и вот он рассказывает, так сказать, довольно красочно, ну, как я успел, значит, читать эту книгу, ну, она не переводилась на русский язык, вообще-то говоря, на английском, это был американец, а сбоку, как его фамилия, в 1929 году выпущена, вот, интересно, так что я думаю, что как-нибудь я, вот, об этом буду. Так, у нас уже большая политика, утра с вами всяких идей, реализовываю их теперь, вот, дорогие друзья, вы слышали, да, сколько интересных там нам предстоит открытий совершить в следующих эфирах. Майкл, ну, спасибо вам большое, что уделили время, пришли и поговорили с нами, все было очень интересно, большое удовольствие, дорогие друзья, надеюсь, вы тоже. Спасибо вам, Любовь, вы замечательная ведущая, вот, я... Потому что мне повезло, что я могу разговаривать с такими интересными людьми, я часто каждый раз испытываю, когда нахожусь в эфире, да, что я, так сказать, впервые, потому что все остальные, кто бы у меня брали интервью, они очень-очень банальные, они очень простенькие, там неинтересные вопросы, вопросы... Вы меня смущаете. Майкл, спасибо большое, так приятно, уже приятно. Я даю вам должное. Спасибо вам. Я умею, конечно, делать все комплименты, все остальное. Я услышала, я приняла приятный комплимент, было ужасно. Я, так сказать, выражаю именно свое мнение. Вот. Так что, дорогие друзья, мы будем встречаться, да. Эта программа, хочу напомнить, эта программа не идет. Не знаю, может, она и появится в Сангейце, на главном канале. это эксклюзив. Канал Сангейц Москва. Резерованная для канала Сангейц Москва, дорогие друзья, так что будем ждать, когда любовь меня пригласит еще раз, и мы пообщаемся. Знаете, вот когда вы так говорите, я сразу чувствую себя всемогущей такой женщиной. Я приглашу Майкла, Мелихова. Сейчас я, Майкл, вам напишу, и сразу вас приглашу, чтобы потом можно было обрадовать наших. Я готов. То есть есть определенная конфессия, которая мне очень нравится. Я с ней познакомился как раз таки в Индии. В Индии я получил возможность видеть какие-то вещи, которые не видны на грубом плане, а не видны на тонком плане. Я посещал некоторые заведения, ну, храмы, будем так говорить, где отступала не нога человека, а все-таки Бога. И вот это объяснить очень трудно. Это или ты чувствуешь, знаешь, или ты этого не знаешь. Материальными словами объяснить это довольно сложно. То есть есть вещи, которые ты просто знаешь. Как у меня карты, допустим, есть карты, есть чтение в Акаши, а есть просто чувствование. Есть вещи, которые я могу чувствовать. Благодаря тому, что я посетил не в качестве туриста. Потому что там есть много-много-много всякого. Меня все заряжает. Мне просто гремят сейчас. Так и хочется сказать, что передача святое место и человека заставляет звучать иначе на каком-то другом уровне. Тоже как инициация и посвящение можно расценивать место. Да, в общем, да. В самом случае мне интересно, когда человек не просто задает вопросы, а чтобы получить ответы. Как я это обычно делаю. Если я задаю вопросы, если я веду эфиры, то, в общем-то, я ответы знаю. Но я их задаю, поскольку люди не задают. Приходится мне задавать, я их считываю, так сказать, другого плана и задаю. А ответы, в принципе, известны. И любой человек, в принципе, может получить ответ. Было бы желание. Как? Это вопрос другой. Но для этого надо, так сказать, какие-то вещи принять или узнать. Сразу представилось, что ответы такие в виде голосов в голове. И где звучит твой собственный голос, где действительно ответ, тут очень сложно. Лучше слушать реального человека, мне кажется, потому что харизма каждой индивидуальности настолько уникальна, что ее невозможно вообразить своим умом. Ну, наверное, я так предполагаю, есть люди, наверное, которых можно просчитать, да, и тогда можно догадаться об ответах. Ну, вот, Майкл, ваш ответ я не могу просчитать, честно говоря, и представить себе. Ну, может, это и к лучшему, а зачем их просчитывать? Это и не надо. Наверное. Для чего себя, так сказать, не обязательно. Есть йоги, которые себя не демонстрируют, не показывают. Да, я помнил еще в 65-м, 66-м году, да, я занимался там, я, так сказать, складывался, и ноги за уши, там, и протыкал себя тоже там. Ну, многими экспериментами все работал. Майкл, скажите, по секрету вы делали ай-а-а-а, как она называется, ай-я-васку, ай-я-васку? Нет. Простите меня, человек, это он на вашу. Я был изначально против этого, а потом я получил подтверждение о том, что она никому... Главное. А вот расскажите, а почему же все в таком восторге? Чем она опасна? А чем опасна наркотик? Почему все в восторге, когда они употребляют его, а потом приходит отреживление? Это и... Я к гипнозу также отношусь. Не в этом дело, не в этом дело. Я об этом уже рассказывал. Значит, есть вещи расширения сознания, и какой толчок, если мы не можем это сделать, толчок дает какой-то вспомогательный, скажем так, препарат. Потому что я помню, куда пропал Lucy in the sky with the diamonds? Помните, у Битлз была такая песня, да? L.S.D. по-русски. Да, да. Куда он пропал? Его нету сейчас? Почему его нету? Ну, я не знаю, есть иначе нету. Вот. Почему вдруг разрешили, допустим, ну, будем называть его каннабис, хотя это не каннабис, понятно, что это, как это называется. А ведь дело в том, что это не американцы, это вначале, это немцы, которые это все сделали, а в Америке в 20-х годах, в 20-х годах есть фильм, он где-то у меня даже есть, я его, правда, уже не найду. У меня столько всяких там и носителей, то, что по-русски называется, и 12 компьютеров, которые, так сказать, работают нон-стап, да? Вот. В общем-то, в этом фильме описывается, как два испытуемых, им давали в микроскопических дозах, это были исследования, в американских лабораториях института, и это был, потом его назвали LSD, да, запрещенный, конечно, препарат, наркотик, но он никогда не был наркотиком, до того как, точно так же, как и марихуана не было никогда наркотиком, это было... А можно прервать, Майкл, простите, ради Бога, за невоспитанность, а вот, как Вы говорите, каннабис, из него делали рубахи, ткани, канаты, ну, разве оно было одурманивающим, вот это растение? Нет, 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 не из него делали, поскольку есть две модификации каннабиса, абсолютно одинаковые формулы, они, в принципе, они очень похожи, но один медицинский, как бы, да, он действительно медицинский, и это вот сегодня, я помню, когда он только начался, я даже был на презентации, еще нигде его не было, самое-самое начало, это называлось каннабис ойл, да, я не знаю, я не чувствовал ничего, я просто, так сказать, попробовал, да, я не ощущал ничего, мне это было просто неинтересно, да, а есть действительно то, что вот было запрещено, сейчас, правда, разрешили, как ни странно, разрешили, это как, ну, не знаю, как средство против, ну, как бы, ну, не знаю, против боли, может быть, да, во многих не везде, но многие штаты разрешили, допустим, в Соединенных Штатах, я имею ввиду, использование этого, раньше было категорически запрещено, то есть за это сажали, сейчас нет, вот, ну, еще раз, это другая, другая вещь, другие, в общем-то, другая тематика, Любовь, все, я вас благодарю еще раз, всего вам доброго, спасибо за то, что вы меня пригласили, до новых встреч, Майкл, спасибо большое, что пришли, дорогие друзья, вам тоже большое спасибо, что вы пришли, спасибо, кнопочки, спасибо, важно,